Майданок, Требленко, Освенцим, Бухенвальд, Дахао. В десятках гитлеровских концлагерей, лагерей смерти и тюрем побывали в общей сложности более 18 миллионов человек. 11 миллионов из них были физически уничтожены. Те же, кто вернулся, ужасы и жестокость фашистских застенков не забудут никогда. Уникальная история узницы детского концлагеря сегодня в программе «Наша Победа». Говорят, воспоминания детства самые яркие. Что есть, то есть, соглашается Валентина Васильевна. Бывает, просыпается в холодном поту и с чувством ужаса. Сердце замирает, пропускает один удар и снова вход. А перед глазами июньское утро 41-го. Директор заходит в общую комнату и дает распоряжение «Срочно соберите вещи, ждите отправки в тыл». Но эвакуировать ребят не успели. Пришли немцы. Понравился им наш детский дом. Они нас выгнали с детского дома, детей. Мне было уже в то время 10-й год. Ребятишкам даже не дали толком одеться, выпихнули на улицу. Но расходиться с территорией детдома запретили. Пришлось устраиваться в соседнем лесочке. Сейчас Валентина Васильевна усмехается. Нам под каждым под кустом был готов и стол, и дом. Еле что найдут. Спали тут же, укрывшись большими лопухами да тонкими ветками с листьями. Воспитатели сказали ребятам закопать в землю пионерские галстуки. Для врага они были словно мишень. Так прошла пара недель. А потом старший у фашистов отдал указание собрать малышню во дворе захваченного детдома. Приказали всех собрали, подъехали две подводы и прочитали по спискам евреев, детей. Всех собрали, посадили на эти подводы, повезли в ружин на расстрел. Прямо сказали, на расстрел. Директора на повешивание воспитателям приказали с детьми пока заняться, пока всех расформируют. Потом нам сказали, кому некуда идти, в кого есть, подходите. Дадим вам справочки по кусочку хлеба в дорогу и со штампом. Со штампом для того, что вы не партизаны, чтобы вас не задерживал патруль немецкий. А нам, а кому некуда, все поедете в нашу великую Германию. Таких недобровольцев набралось несколько десятков. По прибытии детей сортировали. Кого-то направили в услужение офицерам, нескольких отдали в подсобные работы. А мелочь лет до десяти отправили в концентрационный лагерь. Бриллион Вальд, за Берлином, аж французской границы. Бриллион Вальд, Бриллионштадт, Кассер, Гамбург, Медебух, Ойсберг. Вот это там все кругом города. И наш лагерь в лесу. Мы были все под номерами. У нас не было там Галя, Валя, там это. А все. Мой был номер 55. И вот мы там 55, там 20, вот так на работе. Жили девочки в бараках, спали на трехъярусных нарах. С утра подъем, проверка, завтрак, кусок хлеба из отрубей, свеклы и напиток из кофейной пыли. Потом на фабрику. Там работали уголь, кокс. Это шершавый-шершавый. Наша работа была невозможна. Тяжелая-тяжелая. Каждой девочке шесть вагонеток этих выгрузить, скласть в ящик, коробочки сделать. Ну это как вот хлеб вот это выпекать, но там большие такие вот. Этот уголь надо скласть в коробочку, потом в ящики. А потом везем эти ящики, три колесика, два, одно впереди, два. И везешь. Такая же девочка, как мы, забивает. И на каждом ящике, кто какой нагружал, номер. Уже если там навредишь, то тебя дестапы встретят. Пыль страшная, шершавая, все пальцы в крови. На первый вагон выгружаешь, вагонетку, дают наклейки. А уже на те пять нету. Уже кровь на руках всякая. И ладошками, как можно. А надо выгрузить. Двенадцать часов нас ведут на обед. Обед нас. Горячая тарелка супу, называется суп. А там брюква брюку догоняет. Картошки четыре года я не видела. Я бы даже кужуру с грязи достала бы и съела. Мы эту, и это пойло горячее, но у нас же много людей. Пока мы по очереди получим, он уже гоняет на работу, выгоняет. Эту тарелку, чашку, железную чашку, перевернешь в туалет и вода, кран. Налешь туда воды холодной, выпьешь и устрой. Валентина Васильевна вспоминает. И так хотелось есть всегда, а наработаешься и того хуже. Живот сводила судорогой. Из-за изматывающего голода девчонки однажды решились на проступок, за который могли поплатиться жизнью. Там старшие девочки, там были, которые, ну, не успели их взять все в этот же лагерь. Они говорят, мы, когда кокс делают уголь, там мука и уголь пополам. И вот девчонки мешочек, чутельки назывались, такой мешочек, мука с углем, который делает кокс, поставили мне на окошко, форточку открыли, ну, на фабрике. И говорят, кто смелее всех, нам меньшим. Ну, а поскольку я не боялась смерти, голод тяжело, все время сосет, ребра, все, уши, все торчат, страшный голод, так есть хочется. Кто украдет, тому две баночки сварим, вот, остальным всем по баночке. Подходят ко мне. Пойдешь? Пойду. Не боись, а нет. Надо перелезти через свою решетку. Надо пройти лесом до фабрики, там перелезти, к этому окошечку. И залезти, выставить муку на подоконник, с той стороны, и сам вылезти. Или ногу засунешь, пролезешь, потом голову, или головой залезешь, там залезти. Ну, украсть. Я говорю, я пойду. Отважной и отчаянно голодной девочке повезло. Она перелезла через два забора, забрала тютельку с мукой и вернулась в барак. В тот вечер все легли спать, наевшись муки, сваренной в кипятке. Уголь хрустел на зубах, но этого никто не замечал. Главное было съесть хоть немного больше обычного. Вскоре Валя вызвалась на вылазку опять. Но в этот раз девочку поймали на месте преступления. Воруешь? Ворую. Для партизан? Молчишь, но пошли. Лагерные все напугались. Сейчас пришли два дестапа. Пришли такие как карды страшные. Когда в лагерь приходит дестап, все боятся. Все знают чью-то душу. Крематория недалеко. Душогубки. Или на повешивание, или в крематорию. Или машина. Такая машина 15 минут уключат труп. Все, как увидят дестапа, и два дестапа пришли. Говорит, фейма фулцик номерком. 55 номер. Пусть идет. Меня привели. Смотрят партизанам. Я говорю, наймикс партизан. Зельбе эсен. Ну эсен. Со мной по-немецки, я с именем. Эсен. Муч вару. Надо сварить. Ну вари. Я достала с подвала. Все плачут. Плакать нельзя при дестапах. Плакать нельзя. Он сказал, ты тоже партизан. Ты за партизана платишь. Вот. И он наблюдает. Они оба стоят и смотрят. А я думаю, все равно. Смерть, смерть, все равно будет. Я почему-то не боялась. Думаю, умру, не кушать, не будет хотеться. Ничего, никто тебя бить не будет. Кричать не будет. Хорошо, умрешь и тихо все. И тебе ничего не будет. Вот они на меня смотрят. Кохен, я поставила. Держу над водой. Поддержала, поставила. Эсен, яру вару. Горячая. Я подержала. Приехал над этим котлом. Потом вытащила. Где вода, кран. Поддержала, поставила. Палочку облизываю. Всю съела. Облизала баночку. Нохме. И что? Я говорю, нохме. Вторую баночку поставила, сварила. Глянула на всех. Вроде прощаться. И вторую баночку съела. И стою перед ними. Они стоят, смотрят. Друг с другом говорят. Да, сет партизан. Эсен и гальшвань. Куда это? Это не для партизан. Как свиня. Уголь хрустит. Под зубами. А я хрустю. Ем все так ели. Села две баночки. Стою над ними. Они друг с другом говорят. Какой тут партизан. Они как волки, голодные. Их, конечно, надо уже всех расстрелять. И пошли. И мне наказывают. Нохме. Альмаль. Зоги макен. Капут бы макен. Еще раз это сделаешь, мы тебя расстреляем. Форштейн? Я говорю, Форштейн. Когда гестаповцы ушли, Валя разревелась. Да что там, плакали всем бараком. И как ни странно, ни лагерный комендант, ни надзиратели больше Вали этот проступок не припомнили ни разу. Я уже в то время к Богу обращалась умственно все время. Меня женщина одна учила молитву. И говорит, молись и молись. Мы, может, не спасемся. Может, ты живо останешься. Осталась. Даже после случая страшнейшего отравления. Ее худющую, невысокую для своего возраста девчушку заметил через забор один из работников монастыря, расположенного неподалеку. Он рассказал, как можно пробраться незамеченной на кухню и наесться до отвала. Божьи люди не откажут в милости. Валя едва дотерпела до конца смены и даже не умывшись от угольной пыли, пробралась за территорию лагеря. Когда я подхожу к монастырю, все кричат, живой черт, живой черт. Я говорю, нет, я не знаю, что я разговариваю по ихему. Их эсен волен. Баукранг эсен волен. Я кушать хочу, все болит. Там стоят баки, кишит, аж черви. Брюква, колбаса, яйца, все там для свиней. Она зачерпнула, а голод не тетка. Зачерпнула, поставила мне. Они все монашки глядят и смотрят. На стол залазят, на стол и кругом смотрят, как я буду есть. Голод не тетка. Я съела, мне нельзя много здесь. А я эту чашку съела. Закончив Валя, скорее побежала обратно в лагерь, прихватив с собой кулек с огрызками хлеба. По пути ей стало настолько плохо, что она потеряла драгоценную добычу и едва смогла доползти до ограды. Кое-как перебралась и слегла. Несколько дней соседки выносили девчушку на руках, на проверку. А потом отрабатывали за нее всю норму. Комендант так ничего и не узнал. В концлагере Валя пробыла почти 4 года. Хорошо помнит, как узнала о том, что армия освободителей уже на подступах. Немцы запаниковали и начали минировать территорию лагеря. И когда девчонок вывели на фабричную работу в последний раз, воспользовалась неразберихой и убежала. Старалась держаться в направлении войск союзников СССР. По пути встретила еще двух лагерных девушек. Вместе они добрались до штаба военных. Мы идем, и собака на дороге, овчарка стоит, раскрыла вот так. Мы напугали, стали, и американец выходит. Выходит американец, партизан. Я говорю, нет, по-немецки спрашивай. Я ему рассказала, он нас повел в штаб, американский штаб. Там негры. Мы первый раз увидали. Говорим, земляные люди. Это не люди, это какие-то нечистые. Вы представляете, первый раз детям увидеть. Узнав, что дома девчушку никто не ждет, американцы предложили Вале настоящую американскую же мечту. Будешь учиться в лучшей школе, выйдешь замуж за красивого ковбоя и заживешь припеваючи. Зачем тебе твои лапотные русские? Но Валя твердо решила, любовь к родине важнее радостей чужой страны. Она вернулась и сегодня рада тому, что просто живет и слышит вокруг родную речь. Редактор субтитров А.Семкин